Понятно, что технология рассказал, взял книжку, прочитал большому залу, как это будет, она, ну, ей много-много лет, и она не работает давно. И уже все согласились с тем, что проектный подход и обучение в деятельности – это вообще общее место. Поэтому сейчас сложно говорить о выделении какого-то специального времени на обучение. То есть, вот допустим, мы сейчас проектируем, создаем проектный офис в дочерней компании ФСК, который занимается разработкой принципиально новых объектов в энергетической сети России. Для них задача обучения стала суперострой, потому что они сопоставляют свои технологические циклы разработки с технологическим циклом разработки каких-нибудь испанцев и понимают, что на каждом этапе проектных изысканий, общего согласования, понимания того, где объект будет находиться и какие у него окружающие параметры. Собственно, разработка этого объекта. На каждом этапе разработки ежедневного цикла этого объекта мы проигрываем по срокам в 2-3 раза везде. А поскольку это все накапливается, то в результате вот этого вот постоянных узких горлышек общая получается задержка проектирования в 3-4 раза. То есть в Европе строят, ну, проектируют и строят в 3-4 раза быстрее. И они хотят эту ситуацию преломить. Как? Надо делать структуру, которая по-другому работает, в другой логике. Как? Надо, чтобы процесс формирования компетенции внутри компании был связан с деятельностью внутри компании. Соответственно, они берут большую историю про разработку, разбивают ее на маленькие учебные модули, фактические учебные модули. Говорят, мы сначала делаем вот этот кусочек. Что нам нужно? Какие компетенции нам нужно, чтобы сделать этот кусочек? Нам нужно, допустим, системных архитекторов подготовить внутри себя, подготовить на себя определенные компетенции по технологическим платформам, по платформам проектирования, по культуре работы в современных группах. И понять там некоторый набор новых технологий, которые будут входить в эти объекты. Окей, получились перечень дефицитов. Разобрали задачи, разобрали задачи по рабочим группам. И с одной, ну то есть одной рукой мы учим, изучаем теорию, другой рукой мы сразу же эту теорию перекомпоновываем в практическое решение. Сделали итерацию, проверили, взяли каких-то внешних экспертов, провели аудит этого решения, согласились с тем, что все нормально, пришли к следующей итерации. Вот такое обучение с одной стороны. И это работа с другой стороны. Это подход современной компании, которая хочет, чтобы в компании постоянно были компетенции актуальной рынку. Она учится, она работает, она создает новые решения. И это процессы между собой сплетенные воедино теснейшим образом. Продолжение следует... Продолжение следует...